Новости 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 На автостраде Лос-Анджелеса взорвался грузовик, вследствие чего погиб один человек. По сообщению телеканала МБС, сотрудник пожарной службы города Майкл Боун заявил, что авария произошла на загруженной трассе в южных окрестностях города. По его словам, прибывшие на место аварии пожарные потушили искореженный грузовой транспорт, обнаружив в нем обгоревшее тело водителя. Причины происшествия выясняются, ведется следствие. Новости Как сообщили в пресс-центре дорожного патруля штата Калифорния, в среду утром при сильном тумане на шоссе поочередно столкнулись 19 автомобилей. 11 пострадавших были доставлены в больницы. Информация об аварии, произошедшей на автостраде номер 180 западнее города Фресно, поступила около 8.20 утра. Часть шоссе в южном направлении была временно перекрыта. В момент столкновения видимость на дороге была около 10-15 метров. Некоторых из участников аварии спасатели извлекали из покореженных машин с трудом и при помощи спасательной техники. 11 человек были доставлены в больницу с небольшими и средними травмами. Остальные пострадавшие отказались от медицинской помощи. Новости В Мерседе, Калифорния, пьяный дальнобойщик совершил наезд на четырех пешеходов, а также повредил припаркованный у обочины автомобиль и въехал в ресторан. В кабине грузовика полиция обнаружила пустую бутылку из-под виски. Свидетели рассказали, что тягач двигался со скоростью примерно 60 миль в час. Полицейским удалось быстро восстановить картину происшествия благодаря показаниям очевидцев. Пьяный водитель, сбив двух пешеходов, врезался в припаркованный автомобиль, затем направил свой грузовик по направлению входа в ресторан, из которого в этот момент выходили еще двое человек, пострадавшие госпитализированы. Новости Знаменитый рок-музыкант Джон Бови планирует несколько благотворительных концертов, прибыль от которых будет вложена в разработку средств лечения онкологических заболеваний. Одной из главных причин, из-за которой рокеры затеяли этот тур, является смерть отца одного из участников группы Тима Раборы. В понедельник вечером в Лос-Анджелесе уже состоялся первый концерт серии, посвященный памяти отца-музыканта. Намечаются также другие аналогичные туры, посвященные борьбе с онкологическими заболеваниями. В концертах примут участие Лени Керрифильд, Боб Марокко и другие популярные исполнители. О датах проведения мероприятий пока не сообщалось. Новости По сообщению руководства компании Principal Engines, в ближайшие 10 лет она собирается создать грузовики, не нуждающиеся в ручном управлении. Руководители компании убеждают автолюбителей, автомобиль без водителя не фантастика. Инженеры, поставщики запчастей и интеллектуальные силы Principal Engines участвуют в разработке транспорта для перевозки грузов, которое должно произвести революцию в передвижении на малые и большие расстояния. Многие технологии для создания машины-автомата уже давно разработаны и используются повсеместно в конструкции современных авто. Контроль маршрута, датчики движения, прибор, управляющий выбором полосы, электронный контроль устойчивости и составление цифровой карты с помощью спутника. Автоматически управляемые автомобили смогут повысить безопасность движения и уменьшить число аварий и пробок. Американская корпорация Principal Engines является крупнейшим в мире производителем грузовиков по объемам выпуска и продаж. Головной офис компании расположен в Детройте, штат Мичиган. На предприятиях в Principal Engines, находящихся в 33 странах, работает около 290 тысяч человек. Новости В Калифорнии автобус с 50 пассажирами и тягач столкнулись на высокой скорости в районе города Рэддинг. Три человека были доставлены на вертолете в больницу. В данный момент они находятся в критическом состоянии. Автобус направлялся из Вивервилля в Бёрне. Столкновение произошло на перекрестке. Тягач уже приступил к маневру, а водитель автобуса не успел остановить многотонный транспорт. После столкновения автобус перевернулся. Всего в медицинский центр Рэддинга были доставлены 49 пассажиров автобуса. Заезд пожилого мужчины в горящем грузовике впечатлил не только обывателей, но и видавших виды полицейских кофакса, штат Калифорния. Зрелище было особо впечатляющим, так как произошло в темное время суток в районе часа ночи. В среду вечера мужчина, ими которого полиция не называет, въехал в столб. Провод под высоким напряжением упал на машину, вследствие чего в ней произошло возгорание. Однако водителя это не остановило. Он вернулся на дорогу и продолжал свой путь, пока его автомобиль полностью не загорелся. Водителю пришлось выпрыгнуть из горящей машины. Отделался мужчина не опасными ожогами рук. Сейчас беспечный ездок взят под стражу и ожидает суда в тюрьме кофакса. Новости Уроженец Невады Джон Смит, 19 лет, попытав счастье в угоне нескольких грузовиков, остался с носом, а точнее в наручниках. Карьеру автоугонщика Джон решил начать с дорогого грузовика Вольтер, припаркованного на стоянке в Сан-Диего, штат Калифорния. Молодчик благополучно угнал авто, но через некоторое время у него лопнула шина. Вор пересел на Детройт Джесси, однако через 15 минут на перекрестке в нем перегрелся и воспламенился мотор. На помощь погорельцу с огнетушителем на перевес ринулся дальнобойщик Мартин Пенвальд. Пока он заливал огонь, Смит укатил на его грузовике, однако и в этот раз гореугонщик далеко не уехал. Через некоторое время молодой человек проколол шины на полицейских шипах и съехал в кювет, где стражи порядка и повязали преступника. В данный момент Джон Смит пребывает в тюрьме, ожидая решения суда. Ему предъявлено обвинение в угоне транспортного средства в намеренном причинении вреда и опасном вождении.